Итак, драфты уже заканчиваются, да, давайте быстренько посмотрим, что к чему из того, что мы имеем. Queen of Pain для TSM на центр, так понимаю, Виномансер, Рубик, Мангекинг, Бестмастер, да, Керри МК, Тройка, Бестмастер и, соответственно, Суппорт вот такие специфичные. Дважды за сегодня мы уже видим Виномансера. Интересный вариант того, что вроде как мета меняется. Я слышал о супер-мега-гиперпопулярных в Европе Личе Оракле, да, на которых все учатся играть. Здесь же в Северной Америке ни одного мачо нет, где там был бы либо Оракл, либо Лич. Возможно, Shopify, да, вот эта команда, которая больше претендует на звание такой мажористой команды, то есть команда, которая отправляется на мейджор и там хорошие места занимает. Вот, и, соответственно, да, они пытаются как-то стиль Европы под себя перенять. Алхимик. Кири, да, Алхимик? Ну, такой, на темпе будут пытаться выигрывать альфа в этой карте. Наверное. Ну, то есть у нас крепкие линии из того, что я вижу, да. Тяжело, потому что как-то комбинацию не рассмотришь с Мираной. То есть я не особенно верю в эффективность комбинации Pit of Malice плюс Стрела и Vortex Стрела. Тоже не особенно верю в такую комбинушку. Ненадежно смотрится. Может быть, можно поиграть через Алхимика, да. То есть Алхимик с блинком банку накрутил, пошел, стандал, Мирана Стрелой Дизейбл продлила. Можно так тоже играть. То есть, в принципе, можно из этого выкручиваться, но нужно будет прочувствовать тайминги хорошенько, учитывая, что после 7.33 в принципе герои меньше в Дизейблах стоят. Скажу, что это маловероятно. Вот. ТСМ. Так, вопал у нас против Шторма. Хороший матчап для Queen of Pain. Ну, понятно, закрывающий был, да. Рубик Бестмастер. Крепкая линия, которая, в принципе, сносно должна стоять против Алхимика. И какой план на игру у ТСМ? Выиграть линии, задоминировать игру и в целом закончить быстренько, там, за минуту за 25, за 30, может быть. Если все будет окей, да. Ну, просто линии у них очень сильные. Мой прогнозик на то, что это будет довольно такая... Ну, я не ручаюсь брать быстрая игра, потому что, я не знаю, команды... Во-первых, опять же, еще раз повторюсь, что ТСМ сильно не в форме. Во-вторых, команды в Северной Америке не стремятся к тому, чтобы заканчивать быстро. То есть, даже если мы скажем, что у нас в каждом матче есть какой-то ярко выраженный фаворит, да, первые карты, как правило, это все про очень такую... долгую игру. То есть, несмотря на, казалось бы, да, стандарт, где у тебя вторая карта, это последняя карта, может быть, для одной из команд, да, и ты хочешь максимально верочку ее сыграть, чтобы закончить. Тут, наоборот, история. История, наоборот, о том, что команды на первой карте проверяют соперника на прочность, да, проверяют, на что там будут агрессировать эти ребята, там, позволят нам пойти очень глубоко, наказательно, смогут ли или не смогут. То есть, прощупывают почву в первых картах. А потом идут просто, ну, не знаю, на второй уже куражиться, веселяться, и, ну, в принципе, вы видели, да, что у нас происходило на прошлой серии. Что у нас там происходит? Кто-то пики куда-то так... Что-что-что-что-что-что-что-что-что-что не так? На это, к примеру, ТСМ просто кайфует сейчас от игры, да? Впс дропаются альфы, и вот это решили нам... Порадовать, порадовать нас решили ТСМ, а хорошо. Наслаждайтесь, ребят, музычкой, я так понимаю, да, в исполнении ТСМ. Всё? Найс. Короче, что хочется рассказать про команды, да? Много неоднозначных ходило слухов о том, что вот, мол, альфы это этакие 3-2-2-шеры какие-то, да, которых нельзя оставлять без внимания, типа, они прошли там второй дивизион, и вроде как одна из команд прям, которая негативно засветилась, так сказать, в одном из видосиков, там, то ли Марфа, то ли ещё кого-то. И, скажем так, дурную репутацию имеет в дотерских кругах. Вот, опять же, видимо, из-за этого как раз Сатоши всех набрил, всех, кто участвовал. То есть было 5 игроков, да, у Сатоши остался слот, всех разогнали. Просто вот это, пошли отсюда. Палками, тряпками, всем, чем можно было, гнали. Вот, и получается, что если у нас... Вообще Северная Америка довольно такой мемный регион, я бы сказал. Почему? Потому что очень много команд, вот особенно в этом туре, которые, по сути, никакого отношения к Америке не имеют. То есть, Северной Америке, надо уточнить. Сенкин Гомес, да, два перуанца, окей, там, два мексиканца ещё куда-нибудь шло, да, и один бразилец. Команда Бэйт, четыре украинца, которые даже не находятся на территории Северной Америки, и Альфа, это вообще пять перуанцев. Ну, то есть, как хотите, так и воспринимаете эту всю историю, ребят. Такая вот мемистая немножечко история. Ну, да, в прошлом туре, конечно, да, у Альфа было чуть-чуть попроще, там, состав реально был несколько другой. Сейчас просто пять пацанов из Перу, которые хотят устраивать жаркую доту, я очень на это надеюсь, по крайней мере. Я заряжен, я хочу вот как раз экшена, движухи какой-то. Ну, и давайте смотреть. Наверное, будем смотреть за центром, потому что самый такой скилловый матчапчик. Классика жанра, берёт себе Брайл на первом левеле скрим, да, чтобы рейнджа добить, чтобы крипочку было полегче тоже ластхитить. Получает пару плюшечек стил. Ну, в принципе, классика, да, тоже, почему ты выходишь боковать, чтобы поставить рейндж на шторме, дабы крипов добить. А вот тебе просто там бам-бум накидывают пару плюх. Ну, этот матчап более выгодный для Клопытия, просто нужно дождаться до второго левела, до третьего, скорее всего, даже так наверняка будет. И спамить кортиками. Не может стоять ни один из спиритов эту линию, скорее всего. Есть некоторые свои фишечки, я бы так сказал, на каком-то эмбер спирите, но в целом ни шторм, ни эмбер, они... В смысле, ни шторм, ни воин, они не особенно как-то себя сносно чувствуют. Поэтому первая пачка, да, это круто, там, быстрая бутылка и просто там куда-то ближе к третьему, четвёртому левелам в лес. С этим всем добром. Ну, Тимада, походу, думает, что ему подраться здесь до-туда, да? То есть под замедление с Геля берёт себе пассивочку Тимада. Ну, посмотрим, посмотрим. Вообще, надо сказать, что в прошлой серии, то бишь, вчера с бейтами, наверное, именно Тимада был тем самым тащером, который спасал свою команду. И камбэкали по итогу в серию, ребята. Ну, просто да, там бейты нормально так разрывали кабинеты. И если немножко там команде добавить какого-то, опять же, вот моё представление, что это ингейм-лидер нужен какой-то, может быть, ещё какие-то разные нюансы будут. Тут я уже вам не скажу честно. Потому что много чего мы не знаем, да? Опять же, внутренняя кухня команды это то, что... То, с чем разбираются сами команды. Ну что, на топе как линия вообще идёт? Я смотрю, что добивает 10 крипов у нас Бестмастер. Вообще, в принципе, линию так тоже хорошо контролирует, держит её. Линия будет долго стоять под тавром у Беста. Это очень хорошая новость. Левел 2 у Касаны. Вообще, надо признаться, что Касаны — это большой спец играть на суммонерах. И хоть не собирают там доминаторы, как правило, в последнее время на Беста, всё равно Касаны очень хорошо владеет этим персонажем. Поэтому это один из его коронных реальных героев. Так что это говорит нам о серьёзности намерений на первой карте ТСМ. Так, ну пока всё спокойно, да? Три минуты игры позорим. Ну, окей. Напомню вам, ребята, о том, что в крутом магазине одежды Нуфстор вы можете заполучить скидочку 20%. Поэтому, если давно хотели обновить свой гардероб, то залетайте на сайт, либо в магазин в Москве напрямую, да? Указывайте промокодик Dota2 и 20% экономьте. На боте. Атака есть на Сатоши. Сатоши в таверну улетает. Тимат забирает первую кровь. И так у него всё было хорошо. 19 на 5. Так ещё теперь и, в принципе, слащая история. Я чё-то не понял, а 7 крипов добил, да? Питлорд за стадию лейнинга. Ну, то есть, не то чтобы она заканчивается, но как бы три минуты игры и даже три с половиной. А чё с крипами? Питлорд один из самых боковатых героев, один из самых крепких. На топе вообще разминают бока. А ещё и Блэссет Кидо. Стрела. Касаны доджит. Будет сейчас топор, разумеется. И вопрос по умиранию остаётся открытым. Окей. Ферри фаер есть. Всё, живём. Килимся, живём. Ну, жёстко, слушайте. Жёстко, жёстко. Доминирует душа. У ТСМ линии, и сейчас можно, я не знаю, за 20 минут эту карту закончить, и потом вообще развлекаться на второй. Потому что пока что прям... Я, конечно, говорил, что линии сильнее, да, у ТСМ, но чтобы настолько прям... Уф. Уф. Хотя есть, может быть, какая-то работа над ошибкой, от ТСМ, знаете, вот вчера они играли против... Против Бэйт, да, и как-то... Ну, не порадовали, не порадовали, откровенно говоря, своих фанатов. Вот, я думаю, может быть, они за один день посмотрели на всё это дело и такие, блин, что-то, парни, мы совсем плохо играем, да. Как-то мы неправильно двигаемся, недостаточно хорошо линии стоим. Давайте сделаем сейчас упор, и вот эти вот первые, ну, скажем так, вот эти вот матчи, да, против команд второго дивизиона под запотеем хорошенечко, чтобы заработать очки, чтобы точно пройти на мажор. Я напомню, что первую свою серию проиграли ТСМ, они играли в Shopify, и если в прошлых двух турах ТСМ занимали первое место ни одной команде, не проиграв, то в данном случае это уже вопрос только о том, будет ли второе место у команды ТСМ, или всё-таки наус там как-то проберутся. Бракси. Подставил с фрифайр имеется, жмётся с фрифайр, Тимад уже разворачиваться собирался, но не тут и было. 3000 перевеса на пятой минуте игры против алхимика. Дорогие друзья, ну это просто разнос какой-то, абсолютный. Тут вообще никуда не годится. Арканы взялся на первые деньги касаны. Алхимик уже пошёл лес качать. Блин, это грустинка какая-то, ребят, ну это вообще ненормально. В итоге что у нас? Приходит обузить бутылку, да, штормастным файр после своей погибели, пытается руну проконтролить какую-то на шестой минуте. А шестая минута у нас о чём? О том, что пришёл Рубик на топ. Помощи здесь нет. Говорит Ари, всё, братан, давай дальше сам. Окей, White Moon подтягивается на низ, поэтому всё-таки контест будет на верхней линии. Главное, чтобы Брайл здесь не... Ага, всё, всё. Не подставился. Но и не подставится. Руна появляется на боте, поэтому везёт ТСМ. Скажем так, удача на их стороне. А что это такое? Ари своего финального слова ещё не сказал, да? Хорош, стрейф был от Брайла. По итогу стрела не попала ни в кого. Ну, а Бракси... Бракси закончил своё выступление. Седьмая минута. Такая. Может быть, отправится прямо сейчас на... Руну Мудрости спот, да? Нет? Ну, тут гоняет дальше шторма. Хорошая новость для шторма — это получение левела 6. Вроде как дотерпел, да? Но ценой чего? Тысяча нетверс разница между мидерами. Вот так-то, ребят. Прошу прощения. Немножко засмотрелся на чатик. Погибает у нас, да, алхимик. На топе это соло-килл, да? Серьёзно? Просто через рор. Там, видимо, лоу-хп было у химика. Он до 6 уровня ещё не добрался. Эх, бывает. Бывает. Ну что, такая на центре. Получает свой опыт. В это время уже совсем прям не весело на центральной линии. Шторм пошёл похилился. Есть атака. Ну как, под крипами-то стрелой явно не выпадёт. Там и маны-то нет, лол. Какой стрелой-то? Маны нет? Алё. Смотрите, здесь ещё один партизан приходил на центральный коридор. Готовился, если что, печенькой плюс дробовичком поработать. Но нет. 4200 у нас Нетверс у Манки Кинга. Ну классик. Какая-то прям каска. Приходит милишник стоять против Манки Кинга, да? И думает, сейчас я тебя буду доминировать. Буду убивать. Блин, ну это жёстко. Арканы купил. Вангвард не купил. По итогу крипам еле подходит. 3000 Нетверса на 8-й минуте. Соболезную. Погибает у нас пока что Бракси. Запинала его кортиком Квин оф Пейн. Кортик в 3. Герой не двигается. Страдает. Пэшки теряются. Я так понимаю, борьба была за руну. Руну в итоге забирает себе Ари. Змейки уже потихонечку убираются к Тавру вплотную. Ну да, понимаете, в чём ситуация? Линия в топе, она проиграна, ну в принципе уже, да? То есть химик качает лес. Может быть в лучшем случае, когда линия запушится, придёт лужу закинуть свою. От Тавра там, ну, почти ничего не осталось. Поэтому не очень хорошая новость. На боте Питлорд ничего не может сделать в Манке Кинга. Именно по этой причине руки развязываются у суппортов команды ТСМ. И они идут по карте играть со своим мидером. Мидер тем более очень неплохой, да? У него есть Соник, есть Скрим. То есть это много бёрст дэмэджа. Ну и вот, соответственно, идёт контест стака. Ну, в принципе, это всё, что на стакале. Не богато, но пойдёт. Какие-то баночки, что это нападение было на Касаны, наверное, да? Прям очень издалека нападали. 9 минут, есть Арканы, есть Доминатор первого уровня. Будет собирать себе домик второго левела Касаны. Это опять же классика жанра, да? Вот самый обычный такой простой и эффективный билд на Бестмастера. Да, дорого стоит. Да, немножко понёрфили с прошлого патча. Но, в принципе, если у тебя такая шикарная игра, что у тебя на 9 минуте 5000 нетворца, то всё замечательно будет. Купишь себе апнутый домик, у команды появится урон в Рошпит, появится много дэмэджа по строениям. Вообще, никаких вопросов. Обожаю билдак. Это жаль, только, конечно, понёрфили. Помню в те времена, когда его не понёрфили. Я апал нормально ПТС на этом чарике, но... А во времена этих Некрономиконов я ещё и Титана брал. Первый раз. Бракси замедлился. Не по своей воле, разумеется. Ну, кого это волнует? Приходит сюда Сатоши, говорит, давайте дефать буду. Купил себе он Вангуард. Ну, в принципе, да, да. Наверное, это правильное решение. На боте всё равно ловить нечего, поэтому просто стоишь. Кидаешь фаершторм, обалдеешь. Ничего сложного вроде нет. Да, да, да. Пачки сами по себе умирают. Главное, Тавр просто хотя бы вот снос Тавра заделэйт. В это же время Вайт Мон... Что делает? Талев и Львины, да? Вард поставил. Вард эффективный. На этом варде, по-моему, у нас... В Северной Америке какая-то из команд прям жёстко доминировала. Кэмпы пролочил, одним словом. Молодец, молодец. Не даёт играть алхимику, при этом понимает, где будет играть сам у себя химик. Так, ребят, вам обязательно напоминаю о том, что на сайте Бэтбум вы можете получить бонус 100% на первый свой депозит. Всё, что вам нужно, просто промокод DPC3 использовать при регистрации. Либо на сайте, либо в мобильном приложении. Это не принципиально. Принципиальное нападение. Сейчас на химик, а через Соник рассказ... Ай, хорошечно идёт команда ТСМ, всё. Правда, влетел стил на фулману, Брайл похилится как-нибудь. Нет, два вышка не прощает такое. Без маны остаётся шторм, ну, есть ещё стики, поэтому вроде как не умирает. С другой же стороны, пришёл Браксис, есть замедление, есть атака, Вайтмону больно, 12 тиков запаса. Ну, как, куда уйти, непонятно. Должен сейчас умирать, скорее всего, да? Запинает или нет? Или не должен? Серьёзно? Мирана не пошла? А урона у бабки не хватает? Там вообще левел 4 на 11-й. Вот почему урона-то и не хватило. Так хорошо, вроде бы, напали в ответ, но... Ну, ладно, давайте будем честны, да? Первый килл для команды Альфа, круто, поздравим. Это раз. Два, убили Квапу, Квапа, не последний герой на этой мапе. Ну, там. Алхимика никто не трогает, ребят. Это третий плюс. Но, правда, на этом плюсы заканчиваются, потому что весь остальной лес просто заблочен. Я не знаю, как... Как на какой-то... Каком-то низком оверейджа, знаете, обычно это делают. Просто вот эти вот злыдни на суппортах, и тут блочат компы. И вот тут так же, да? Просто задоминировали линии, пошли, заблочили компы. И ещё больше экономики пытаются из противника выбить на вот этих сентриках. Плюс сентрики ещё раз лимитированы, да? Поэтому не факт, что если ты всё скупил и пытался искать апсы, теперь у тебя будет что-то свободное, чтобы кемпики для алхимика раскрыть. Прикольно. Ну что, 5000 золота мы видим, да? Но тот пока не особенно байтится на эту экономику, знаете ли, да? Горит, 37% даю на альфу. Говорит, драфт нормальный на данном этапе игры. Всё рабочее. Вложение окей. Ну, давайте так. Нужно левел 6 снапфайр найти, да? Появится 6 уровень, можно будет уже куда-то с спокойной душой выходить под Мортмеркисос, пытаться что-нибудь придумывать. Ну, пока хотят в такая, видимо, да, залететь. Это последняя, если что, внешняя вышка. Тир-1 класса, разумеется, для команды альфа. Вот, собственно, они её лишились. Всё. Теперь уже первый круг тавров сломан. Соответственно, максимально открыли для себя карту из возможного ТСМ. Соответственно, могут играть агрессивно, могут заходить на верхний лес, да? Могут на двойку соперника покушаться. Ну и, в принципе, из того, что осталось вообще. Потому что, опять же, кемпы пролочены, и тут... Ну, не всегда найдёшь, чё покачать. Ага, ага, да? Не понял, Сатош, чё происходит. Чё поймёт. А как поймёт, там потом такой Орео начнётся. Окей, и что у нас? Вот они, сентрики ставятся, да, ради того, чтобы... А это не золоченный, кстати, был. Так, ну-ка. Ответочка от Брайла. Просто дефенсивно стоят вокруг своих вардов каких-то, ребятки. 7000 перевеса, ребят. 13-ая минута. Чё я там говорил? ТСМ не в форме, да? Карту заберу, Тальп. Ну ладно, это только первая карта в этой серии. Всё-таки надо понимать, что это best of 3 формат, поэтому не стоит прямо уж вписывать со счетов коллективы. Знаете, как правило... Всякое бывает. Blessed Kid. Портал ставит Speed Lord, да? Ну что? Уйдут ТСМ? Арена раскладывает имана. Не готовы, они уходить, они хотят подраться. И ДК, я пришёл, ой-ой-ой! Очень неприятная ситуация для Альфа. Пытается на то, что улизнуть в портальчик, но его взрывают. Через Sonic Scream. И очень много дэмэджа. О, в это время, кстати, есть ответочка. Дуа от Альфа. Они пошли в комбинации героев Снемфаера плюс Шторм, напали на Касаны в Бестмастере. И во, во, во. Вот это хорошо, да. Потому что нафидели плохо, конечно, но вот это уже нормально. Вот это уже можно что-то с этим делать. Тимадо. Ну, маны не так много у Шторма, честно, признаться. На, говорит Тимадо, давай. Трать меня кнопки, если что, я за тобой по деревьям пойду, да? Давай, Тимадо, он твой. Ха! Вот это я понимаю, скиллуха. Так, а в это время у нас что? Разбивает руну волшебства где-то такая. Я вижу, там Крипочек Бестмастера стоит, не пускает на рунспот, так сказать, снэпку. Снэпка в итоге реально уходит. Руну Мудрости в любом случае эту и другую забрали ТСМ. Ну, все, нормально. Вроде ничего не пропустил, да? Амиранка там еще где-то умерла на миде. Ну, какое дело до суппортов. 8 тысяч золота, друзья. Вот это уже не шутки, на самом деле. 8 тысяч, 9 тысяч золота против алхимика. Это вообще какая-то катастрофа. У бедолаги до сих пор радианса нет. Господи, какой радианс? Сакрид Реликой нет на 15-й минуте. Ну, что сказать, ребят? Такое тоже случается. Такое тоже случается. Ну, вообще, наверное, это просто следствие того, что максимально серьезно подошли к первой карте ТСМ. То есть они реально такие, так, но мы очень плохо отыграли первые карты, да, там первые серии. Наши фанаты недовольны. Личка там в запрещенных всяких сайтах разрывается. Поэтому, го, серьезно, поиграем в доту. Взяли в итоге сигнатурку для косан и бестмастера. Взяли вот этого нормального коронного, да, мангкинга для тимада, на котором он вроде бы неплохо играет. И главное, что часто играет. Взяли закрывашки на стадии ленинга. И вот, кстати, на миде идет какая-то сваруха. Такая сильно проседает по хп динайд, его не стали. В итоге что? Шторм уходит в безопасную зону, а так немножко так закрывается, да, заканчивается в смысле от СМ. Окей, окей. Чего? На топе? Сатошин. Палка потрачена. Сатоши Кримсон. Так ТП-шечку можно нажать просто, не? Уже поздно, на самом деле. Урона не хватало у Мангкинга однозначно. Соник ждет момент Брайл. Соник не требуется. Там еще влетел Штормецкий. Штормецкому вообще капец, как больно в этой арене. Это ужас какой-то. Умирает Снэпфайр, умирает Штормспирит, умирает. Понятное дело, Питлорд. Это ГГ, ребят. Я думаю, после такого, если бы еще вот здесь в этом пайсе химик был, можно было бы смело писать ГГ. Вот прям... Это ужасно. Это просто ужасно. Вас тупо сметают с карты максимально безидейно. Конечно, так быть не должно. Так просто быть не может. Вот этот СМ, который действительно, знаешь, претендует на мейджор. Конечно, вопрос, что они там на мейджоре на этом вашем сделают, да? Но главное, что командам Северной Америки спуску не дают. Это хорошо, просто я уж совсем как-то отчаялся. ТСМ в последнее время только сбавляли обороты, особенно если вспомнить выступление на дремлиге, вспомнить выступление на мейджоре, да? Там все это дело заканчивалось группстейджами. И в лучшем случае ребята забирали, там, может быть, какую-то серию из карт, да? То есть... Это несерьезно. Ну и вот, неудачное начало на DPC. Я уж думал, все, сейчас, может, команду окончательно подкосит, кто знает. Пройдут они на мажор, там, скорее всего, пройдут. Более того, даже очков, судя по, в целом, цифркам хватит им, чтобы на Инд добраться. Но после этого, скорее всего, это будет последнее, так скажем, выступление на DPC в этом составе. Но, ну, в принципе, логично, когда у вас нет результата в такое время, уже долго чего ждать-то. На Алхимика атака есть. Алхимика больновато. Там стрелу получает в лицо Тима, да? У него есть, если что, Аидис, поэтому, да, жертвы первой жизнью. В это время распрощались еще и со Снэпфайр. Куда убегает? Ать! А! Стил убегает. Сатоши в портал. Кстати, неплохо. Ушел. А там за ним? Погоня! 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 Сатоши! Никуда Сатоши не денется. Умирает здесь Сандерлорд, умирает вся команда, кроме Шторм Спирита. Тут нажал телепортацию и будет пытаться МК, видимо, убивать. Да не будет он никого убивать. Он так просто. Поболел. Поболел с ближних рядов. Идет Касаны уже на Т3 замахиваться, если я все правильно понимаю, да? 18 минут даже терзателя не сломать, друзья. Его просто нет. Он банально не зареспавнился. Ну и все. Половина Т3 вышки уже потеряли. Это при том, что даже Манкинг тычку не дал. Да, у него там дезолятор, он там орудует по центру. Потихонечку и понемножечку рисуются герои у Альфы. Ну, ощущение... Ну, знаете, вот на второй карте, да, когда у тебя заканчивается Беста-3 серия, ты, наверное, уже думаешь о том, что надо за любой шанс цепляться. А когда у тебя первая карта, ну, многие команды, вот, наверное, в Виртуз Прос вспоминаются какие-то, да, золотого состава. Наверное, панды несколько похожи в этом майнсете. Могут написать игроку рано. Ну, типа, там, 15-й, если на... Ну, ладно, сейчас уже, наверное, 15-й нет, но где-то там раннее 20-е. Может быть, минуты 1-2 раньше 20-й. Такое вот. Ну, так, нетипично максимально для текущего формата доты, где игры идут по 40 минут в среднем. По 30-40 минут. Поднамите, слышится? Да, так... Что, алхимика? А что ж он с базы-то спустился? У него вон шторм даже леса дальние фармит, понимая, что небезопасно вылезать. А тут он вроде бы тючку на низ не кинул, да? Которая крипов загрела и, в принципе, отогнала бы оппонент хоть ненадолго. И кажется, что-то неловкое происходит у нас пока. 25 секунд появление алхимика. Надо идти дальше. Сатоши, печенечка. Да, под сейв. Нормально. Ну, все. 23 на 2. Разгромнейший счет, друзья. Разгромнейший счет. Однозначно. Линия снизу сломана. Появляется терзатель. Сразу же терзателя вражеского будут уничтожать ТСМ, разумеется. Халявные шарды, а не халявные... Все любят халяву. Давайте так. Все. Сказка. Для Рубика Ганимшард. Хороший под сейв будет. Не то, чтобы он сильно нужен, но почему нет. И тут же отправляются на вражеский спот. Единственное, в чем хочется немножко так это упрекнуть ТСМ, что... Погрячились. Надо было полминуты еще погулять. Да, это немного больше времени, но они забрали рун мудрости. А так сейчас, в принципе, есть шанс какой-то у Альф пойти кому-то заварить. Смотрите, скан, да, нажали. То есть проверяют, вот, вот, бояются рун мудрости, да. Надо бы уточнить, что там, как там. И вот, казалось бы, Касаный рядышком был. Опять рун мудрости, но не стал. Окей, смотрим, что там. Портал есть, Сатоши, под шумочек, оп-оп-оп, и назад. И, ой, хорошо, и свою руну заберет, и вражескую забрал. Ну, такой. Крипа, бизнес-крипа не добил, блин. Я только хотел похайпить Сатоши, и тут он резко, оп, и в лужу плюнул. Так, ну чё, 23 на 2, 20 тысяч перевесом. Некст Рошан ещё вроде как нескоро. Какой план вообще у команды ТСМ, да? Вот так, невольный вопрос есть. Но подраться, видимо, план, да? Реализация уже идёт в самом действии. Нападение на Сатоши заканчивается смертью последнего. Такая, без хитпоинтов, его знатно здесь пробивают. Очень много дэмэджа, просто какого-то удалённого, я бы сказал. Тратить с ума на шторм, чтобы дойти до фонтана. Бедная Миранка, да, и плюху. Нормально, ладно, нет. Своих не бьём, чтоб чужие боялись. Ну ладно. Такой мы одобряем, конечно. Так, ну-ка. Может, ГГшечку всё-таки, ребят? Или ещё немножко помучаемся? Окей, вторая линия в одно мгновение падает. На самом деле, ничего не мешает команде пойти сломать третью линию, команда ТСМ. Но тут уже ГГ-ха, и на этом заканчивается. Страдание коллектива Альфа на первой карте. 22 минуты игры. Вот так-то. Вот это вот уровень, я так полагаю. Ну что, ребят? Есть смысл как-то что-то анализировать здесь? Давайте посмотрим статистику. Что нам тут можно выделить интересного? ГГ-ха, конечно, не богато было у Альфы за эти 20 минут игры. Брайл 16 тысяч нанёс. А, а, кстати, десяточку влил, да? Ну, вот это, кстати, классический геймплей мой на бестмастер. Когда ты идёшь ломать вышки, да, но при этом у тебя по урону там 6000 меньше, чем у пятёрки какой-то условно. Ты просто собрался, да, чтобы ломать строение. Ты понимаешь, что по сути своей тебе не обязательно героев убивать. Во-первых, у тебя может этим заняться какой-нибудь мужик на центре на керри, да? Там кто угодно с гелами побегает. А вот строение абы кто не сломает.